Здравствуйте! В эфире Омск ТВ интервью. Этим летом Омещей ждет череда красочных событий и ярких фестивалей. В городе стартовал новый туристический сезон. Куда отправиться на отдых и какие городские мероприятия точно не стоит пропустить. Об этом мы поговорим с руководителем Туристского информационного центра Омской области Алиной Гориной. Алина, здравствуйте! Ксения, здравствуйте! Туристский информационный центр опубликовал календарь событий, который предстоит Омичам узнать. Расскажите, пожалуйста, первое событие – это Ночь музеев. Когда она пройдет и чем запомнится Омичам? Вообще, у нас этот год должен пройти под такой эгидой событийного характера. Мы придумали концепцию «55 впечатлений», которую презентовали уже на выставках разного уровня, и везде активно о ней говорим. И вот как раз Ночь музеев у нас будет под девизом «Ночь впечатлений». Она пройдет у нас 20 мая, и в этом году мы уже делаем полноценное туристическое событие. Потому что, ну, как бы ни для кого не секрет, аудитория российского потребителя знает эту акцию Ночь музеев. Она проходит практически во всех крупных городах и более мелких городах России. И, как бы, концепция уже понятна. Музеи, они работают в вечернее время, что-то придумывают, не как всегда. Но у нас это Ночь музеев всего таких, наверное, несколько в России. Это вот Екатеринбург, Санкт-Петербург в подобном формате проходит. И, в принципе, наверное, все. Ну, может быть, там кто-то меня поправит. Еще в некоторых городах похожая история реализуется. Но наша Ночь музеев соединяется в огромный-огромный праздник культуры. У нас в этом году будет 40 участников, 39 стационарных локаций и одна локация в формате улицы. Четыре у нас дневных участника, все остальные в основной вечерней программе. Все это будет соединено тематическими маршрутами. То есть между музеями будут курсировать шаттлы, экскурсионные автобусы. Экскурсия будет происходить непосредственно в шаттлах. И потом уже гости отправляются в музей. То есть можно пойти просто в музей. Можно познакомиться с городом, с его историей, покататься на этих шаттлах. И объехать практически, ну, если даже и не все, то много участников именно этой программы. Также мы выходим на улицу в буквальном смысле. То есть на улице Валиханово и музейные будут у нас активности, концерты, медиации. Наша Ночь музеев подходит для туристов, езного туриста. И это, наверное, самая лучшая ночь для того, чтобы познакомиться с Омском, как с культурной столицей Сибири. Если мы говорим, что мы культурная столица, мы должны брать музеями и нашим культурным потенциалом. Ночь музеев – идеальный вариант. Расскажите про проект «Любинский тревел». Это новый какой-то формат или усовершенствованный? Нет, это не новый формат. Вообще вот в этом году «Любинский тревел» у нас пройдет в третий раз. Вот именно туристским информационным центром, конечно же, при поддержке огромного министерства культуры, уже очень много лет, более пяти лет реализуется проект «Любинский лайф». Даже, наверное, чуть побольше – шесть лет. Это череда событийных мероприятий, которые проходят в городе, преимущественно на Любинском проспекте, либо на пешеходной его части улицы Музейной. В разное время это был музыкальный Любинский, вкусный Любинский, зимний Любинский, который уже очень популярный и прям полюбился мечами. Так вот, как раз «Любинский тревел» – это как бы составная часть вот этого громадного проекта «Любинский лайф». Условно, это торжественное открытие туристского сезона в Омской области, летнего сезона, где мы предлагаем в формате выставки-ярмарки такого праздника на улице Музейной посмотреть, куда можно поехать в наступающем летнем сезоне по области. В этом году она пройдет как раз 3 июня. Мы, мне кажется, значительно докрутили формат. В прошлом году мы уже показали достаточно неплохую статистику посещений, и в этом году решили все-таки рискнуть, пригласить музыкантов, организовать концерт. У нас будут разные аниматоры работать, то есть мероприятие обрастет новыми фишками, безусловно, новыми участниками, будут фотозоны, в этом году их будет больше. И мы надеемся, что оно станет не просто вот такой, знаете, какой-то картинкой красивой, но и будет обладать большой практической ценностью, когда человек действительно будет туда приходить и формировать какое-то предложение на наступающее лето. То есть там будут и базы отдыха, там будут принимающие стороны по районам Омской области, там будут экскурсионные бюро, туроператоры. То есть будут различные варианты, инструменты для того, чтобы сформировать такой пул предложений и уже там сказать, я туда хочу, туда хочу, туда хочу. Мы сейчас проводим работу и мы, и Управление по развитию туризма с районами Омской области для того, чтобы они работали все-таки более так коммерциализировано, что ли. Потому что часто принимающая сторона это музей, который говорит про сохранение, говорит про такую абсолютно альтруистичную составную часть как раз культурного потенциала. А мы все-таки хотим, чтобы они все уже приехали с готовыми предложениями, которые можно забронировать, купить и уже туда приехать. Потому что, ну, как бы не купил, не поехал. И мы хотим мечам дать такую возможность, вот чтобы этот путь до путевки, предложения был такой более короткий. Какие мероприятия из тех, которые запланированы на это лето в Омске, точно с вашей точки зрения не стоит пропустить и почему? На самом деле, вот все, наверное, мероприятия, которые сейчас, вот, курс, там, встречаются в информационном пространстве, в туристском центре, на сайте Go to Omsk, на сайте Turinfo, это такие самые значимые мероприятия, которые прошли уже разные этапы отсеивания. Во-первых, со стороны нашего туристского информационного центра я, конечно, буду активно там презентовать наши мероприятия, потому что, во-первых, над ними трудится огромная команда, и это ни в коем случае, там, знаете, мероприятия не про ТИЦ, не про нашу работу, а именно про регион, потому что это наша задача, вот, собрать все самое лучшее в регионе и показать это уже там в разных вариантах для разницы. Это «Ночь музеев», открытие тур-сезона «Любинский тревел». Также мы очень, мне кажется, громко заявим о таком событийном потенциале Омской области на мероприятии «Пикник», которое у нас уже несколько лет проводила компания «Яркая марка», но в силу пандемии они, к сожалению, несколько лет взяли паузу на несколько лет, и в этом году они вновь его будут проводить, и на базе этого громадного мероприятия мы будем организовывать уже со своей стороны фестиваль современного искусства. Я думаю, что это получится очень такая классная коллаборация, потому что мы с нашими коллегами, с «Яркой маркой» работаем уже, в принципе, на протяжении всего проекта «Любинский лайф», и мы поняли, что уже можем сделать что-то еще важное, ценное и объединить наши там навыки и потенциалы. Далее у нас, конечно, будет наш симфопарк, который организует Омская филармония. Это действительно просто безумно классное мероприятие, куда стоит даже приехать из других регионов. Оно стоит того, чтобы потратить время, потратить какой-то бюджет на поездку. Симфопарк будет в этом году впервые проходить два дня, то есть можно прямо приехать на выходные с пятницы по воскресенье, например, сначала отдохнуть на симфопарке, послушать музыку, повеселиться, а потом, например, отправиться куда-то на базу отдыха, которая находится поблизости в пригороде Омска. Далее у нас, конечно, будет наш традиционный фестиваль Турмикс. Это для любителей активного отдыха, пожить в палатке, разбить бивак и почувствовать такую вот походную эстетику. И, наверное, такое тоже громкое событие, которое мы надеемся пройдет очень успешно, и мы соберем большую аудиторию, это, конечно, фестиваль сибирской культуры «Слетия». Его придумал наш Государственный центр народного творчества, либо ГЦНТ, как мы тоже привыкли его называть. И, конечно, принимающей стороной выступает большеречь, а конкретно музей-споведник «Старина Сибирская». Это будет просто какое-то в самом наилучшем смысле безумие под открытым небом, когда все большеречи станет огромной площадкой этого фестиваля. Будут спортивные забавы старинные, будут мужские ремесла, будет уралосибирская роспись, будет дегустация каких-то таких вот блюд региональной кухни с региональными компонентами, просто находок, которые путем очень таких больших и глубоких исследований нашли ГЦНТ. То есть вот 16-17 июня, это точно нужно себе в календаре где-то пометить, всем и мечам, и отправиться в большеречие. Там как раз открывается новое средство размещения в июне, в начале июня можно уже будет посмотреть информацию о нем. То есть уже постепенно решается вопрос с недостатком как раз номерного фонда. К следующему году мы надеемся, что он будет еще лучше решен и более качественно. Также в этом году можно будет там разместиться с палатками. Поэтому тоже количество людей, которые могут приехать и провести несколько дней на фестивале, тоже, соответственно, увеличится. Далее, конечно, я не могу не сказать про другие праздники в старине Сибирской. Это, например, такой очень классный праздник, мероприятие по традиционному русскому календарю. Это Иван Купала, тоже пользуется спросом у туристов. Ну и, конечно, мы, наверное, будем завершать лето традиционным экскурсионным флешмобом. И, в принципе, разные фестивали, которые Министерство спорта организует, спорты и молодежные политики, также филармония, частные предприниматели, тоже будет большое количество в Омске. Поэтому все будет очень удобно, классно сформировано у нас в группе ТИЦ на сайте GoToOmsk и, конечно, на других порталах Культура 55, Тур-Инфо. Если говорить не о такой событийной новостной повестке, а именно о туристических направлениях, маршрутах, какие сегодня созданы и, возможно, есть новинки 2023 года? Конечно, новинки тоже есть, но это скорее наличие этих достопримечательностей в любом случае мы уже знали. То есть сложно, наверное, в силу развития и инфосетей и прочего что-то утаить и прямо открыть с нуля. Но, тем не менее, мы будем стараться делать акцент не только на привычных каких-то направлениях, как большеречия, но и развивать то, что обладает потенциалом, но в силу разных обстоятельств недостаточно опопуляризировано. Например, я думаю, что в этом году активнее будет развиваться Крутинский район, это отдых на озерах. Мы привыкли, что если мы хотим насладиться природой, мы едем в Муромцево, но, тем не менее, Крутинка ни разу не уступает, наверное, по аттрактивности, по красоте именно Муромцевским озерам. Также там есть различные варианты активного отдыха, то есть такое деление на сегменты тоже присутствует. Конечно, наверное, нужно развивать близлежащий наш муниципальный район, это Омский район, и тут, конечно, есть разные новинки. Это разные базы отдыха, которые предоставляют не только проживание, условно, какие-то событийные также локальные мероприятия, ну и, конечно, разные варианты такого досуга для релакса, эмоционального и физического. Это разные варианты с термами. У нас открылась как раз база отдыха в сторону подгородки по Сарпятскому тракту, где у нас есть термос с йодобромной водой, сероводородной, тоже очень популярное развлечение, и оно, в принципе, сейчас популярно в нашей стране. Также есть стилизованные новые базы отдыха, то есть это тоже достаточно хороший сегмент отдыха, потому что амичи, те, которые не поедут куда-то далеко отдыхать, они хотят в комфорте отдохнуть на базе отдыха по адекватной цене, и тут как раз ведется работа для того, чтобы все-таки эта возможность была. Конечно, мы будем стараться развивать Калачинск, мы о нем очень активно говорили в прошлом году, но, наверное, все-таки туда, пока туристов съездило недостаточное количество, чтобы можно было говорить о том, что он стал уверенным направлением. И тут коллеги из Калачинска очень хорошо работают в этом плане, они будут проводить событийные мероприятия на базе своего центрального парка, музыкальные при партнерстве с такими громкими большими организациями Омской области, для того, чтобы как раз привлечь молодежь, ведь Калачинск в формате выезда на уикенд, просто сменить обстановку, погулять, там, не знаю, провести фотосессию, да все что угодно, он подходит как раз для молодежного сегмента. Ну и тоже не сказала перед этим, крупное мероприятие будет у нас в Таре, и тоже мы бы очень хотели, чтобы Тара все-таки стала развиваться в плане туристических потоков активнее. А туда уже сейчас хорошая дорога, то есть не нужно там закладывать 5 часов на дорогу, это не так долго, как кажется. И мы, и наши коллеги будем работать по раскручиванию этого направления. Вы упомянули то, что у нас в Омском регионе открываются новые точки, в том числе термы, да, и новые отели. Где можно узнать, где они расположены, да, ознакомиться с полным перечнем, подобрать наиболее удобное и комфортное для себя предложение? Очень хороший вопрос, потому что все это, конечно, здорово, но если потребитель потенциально не знает о том, что это есть, это все бессмысленно, и бизнес не будет пользоваться полной вот какой-то коммерческой привлекательностью. И мы как раз для вот этих нужд, у нас в нашем сайте GoToOmsk, это такой главный туристический портал Омской области, вот как раз к летнему сезону разработали интерактивную карту, когда можно выбрать сегмент, то есть направление туризма, которое тебе наиболее подходит, и как раз получить выборку самых подходящих локаций. Наши, наверное, постоянные читатели, наши друзья видели уже подобный путеводитель у нас в таком печатном формате, и теперь мы решили это переложить уже на такую цифровую площадку. Поэтому мы просто открываем сайт GoToOmsk, заходим, открываем Омскую область, там открывается карта, мы выбираем, например, рекреационный отдых, и там на карте подсвечиваются локации, базы отдыха, которые мы рекомендуем. По мере того, как мы будем приближаться к летнему сезону, мы будем добавлять локации, потому что их на самом деле очень много, и это все идет не так просто, как хотелось бы, но тем не менее мы работаем. И поэтому там есть прямой переход на сайт для бронирования, тоже очень удобно. Также сейчас на сайте наконец-то введен календарь событий, который мы ждали уже очень много. Поэтому если там турист либо местный житель хочет чем-то заняться в какой-то определенный день, он просто выбирает конкретное число, и там ему выпадают уже предложения, которые актуальны. То есть либо экскурсии по городу, какие-то культурно-познавательные программы, либо выезды по Омской области, и для туристов, визных, и, соответственно, для местных жителей, и какие-то событийные мероприятия. Там деление по цветам, и там есть также кнопка для бронирования этого события, то есть на переход к организатору мероприятия, если этот организатор не мы. Поэтому такие площадки потихоньку создаются. И вот, например, классный кейс с Большеречием. Большеречи, ну, как бы, думаю, вы не поспорите, это самая популярная локация именно туристическая, куда едет аудитория из других регионов. Поэтому просто продвигать этого мало, нужно еще единую базу информационную создавать. И как раз в конце прошлого года был создан турпортал для Большеречи. Там есть уже навигация по всем доступным гостиницам населенного пункта, где поесть, что попробовать, где купить сувениры. Вот уже прям максимально исчерпывающая информация там уже есть. Теперь есть еще телеграм-канал по Большеречи и группа ВКонтакте. Чем бы человек ни пользовался, они готовы будут ответить на вопросы. То же самое мы стараемся сделать птицы для всех самых популярных локаций. Но самые популярные уже выходят на самостоятельные рельсы и помимо наших ресурсов уже обзаводятся своими. Это очень хорошо. Поэтому первое – это посмотреть наши сайты GoToOmsk, группу ВКонтакте. Далее перейти, например, к первой источнику, если в том населенном пункте уже есть визит-центр. Если мы говорим о форматах отдыха, система под ключ полностью или все-таки отдых таким дикарем, что чаще выбирают омичи и чем выгоднее тот или иной формат? Чаще выбирают все-таки отдых под ключ. Все равно у нас омичи еще не избалованы информацией, и все думают, что сделать отдых самостоятельно, то есть организовать его себе, найти билет, куда-то поехать, это очень сложно. Ну, это вовсе не недостаток омичи, ни в коем случае. Это просто такие обстоятельства, которые сформировались некоторое время назад в Омске и заставляют думать так по сей день. Но на самом деле это не так сложно, как кажется. Есть плюсы и там, и там. Пакетные предложения – это минус твоя головная боль. Если особенно у тебя загруженная работа, ты не хочешь засорять голову какими-то еще моментами, можно обратиться в клубы путешественников, к туроператорам по Омской области, либо там к экскурсоводам, если мы говорим о программах одного дня. И все, там, главное предназначенное место, все остальное будет организовано. А таких предложений уже довольно-таки много. Вот даже, например, в ТИЦе мы каждый понедельник публикуем расписание на выходные, то есть какие есть программы именно по выезду, и с перечнем туроператоров, либо организаторов, кто это делает. Но на самом деле, наверное, мы будем развиваться тогда, когда каждый человек будет уверен в том, что он может для себя вполне комфортно организовать и самостоятельно путешествия. Поэтому тут, наверное, наша такая комплексная работа будет вестись и с Министерством транспорта, потому что одно дело рассказать, где получить экскурсию, где какие программы проходят, а другое дело еще настроить грамотную логистику с автобусами, например, с теплоходом, потому что у нас работает теперь речная навигация, и многие туристы хотят поехать по воде, там тоже больше речи. Поэтому, когда мы все это все-таки соберем воедино, там, наше руководство, руководство Министерства транспорта, получится хороший продукт, и человек будет жить с уверенностью, что он самостоятельно может поехать в любую популярную точку Омской области. Таких точек очень много. Ну и благо, более-менее уже до всех популярных локаций хорошие дороги. Это больше плюс, что облегчает жизнь и нам, и всем остальным. Какой бюджет необходимо заложить на отдых по Омскому региону? Смотрите, если мы говорим о каком-то городском времяпрепровождении, потому что сейчас, на самом деле, большой популярностью пользуются городские экскурсии, например, с какой-то аттрактивностью, с дегустацией чего-либо, например, с заходом в какие-то локации, которые закрыты в обычное время без экскурсовода, это примерно от 400 до 700-800 рублей за одного человека. Конечно, цена варьируется от компоновки, если есть какая-то дегустация, такой гастрономический компонент, цена возрастает, и, конечно, цена возрастает, если есть транспортное сопровождение разного формата. Если мы говорим об экскурсии одного дня по области, то это примерно от 1200 рублей. Конечно, цена может достигать и 3000 даже без ночевки, если это какая-то очень насыщенная программа, которая требует разного рода сопровождения. Ну, самый, наверное, бюджетный формат отдыха у нас будет в сторону озера Бейты, потому что там проезд у нас складывается из электрички и такого небольшого автобуса, который уже ждет гостей в Москаленках. Это значительно удешевляет поездку и получается весьма бюджетно. Это вот примерно 1200-1500 в зависимости от компоновки тура и организатора. Также, например, если мы будем говорить про какие-то активные предложения, активные предложения у нас в основном ждут туриста в Калачинском районе, в Кормиловском это сплавы. Тоже очень классной популярностью пользуются сплавы по ОМИ. И также Горьковский район, это походы, вот эти рельефы, перепады высоты. Очень здорово, классно. И такой пеший туризм. Там немножечко подороже, потому что, например, в Горьковском нет точек питания в некоторых местах, где проходит как раз пеший маршрут. И приходится организовывать такую, ну, в кавычках полевую кухню с пикником, с какими-то уже продуктами заранее подготовленными. Вот. А если мы говорим все-таки про сплавы, про Калачинск-Кормиловку, то тоже это будет около 2000 или там 2500 за человека. Но полностью под ключ это все организуется. Во-первых, потому что это безопасность, оборудование, которое требует следования стандартам безопасности. И поэтому складывается такая цена. Немножечко цены, скорее всего, мы прогнозируем, что подрастут по сравнению с прошлым годом. Но только будет корреляция на стоимость транспортных средств. Потому что в среднем стоимость экскурсии, в принципе, не выросла. Если только появляются новые предложения, ну, уже отталкиваемся от той цены, которая появляется у экскурсоводов. Но очень важный момент, что с 1 июля теперь у нас в стране обязательная аттестация гидов-экскурсоводов. Поэтому мы надеемся, что все-таки будет определенный элемент отсеивания. И даже если цена на каких-то этапах вырастет, человек будет получать уже более качественную услугу и проверенную услугу по сравнению, например, с предыдущими годами. Желаем нам всем хорошего туристического сезона в 2023 году. Укройте, Омская область. Спасибо большое за ваши ответы, Алина. Всего доброго. А я напомню, это было интервью с руководителем Туристского информационного центра Омской области Алиной Гориной. В студии была Ксения Тойчкина. Увидимся в эфире Омск ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok